День с толком Новогодняя ночь будет сказочной, а вот дой после метель Назначен заместитель председателя правительства Алтайского края Им станет Александр Климин Это что за зверь такой? Рассказываем о символе грядущего года Сегодня из-за непогоды перекрыто движение по трассе К-09 Поспелиха, Курья-Третьякова до границы с Казахстаном Не будут пускать автобусы и большегрузы Причина вновь сильный ветер и метель В канун Нового года погода на всей территории края заметно ухудшится Особенно в равнинной и предгорной частях Порывы ветра будут достигать 12-13 метров в секунду Снегопад также будет обильным Правда не такой сильный, как на прошлой неделе Только перед самым боем курантов погода порадует Уже к концу дня 1 января погода снова испортится Поднимется ветер до 20 метров в секунду, повалит снег Из-за колебаний температуры на дорогах ожидается сильный гололед Об этом стоит помнить автомобилистам, которые планируют выезжать за город Впрочем, уже с 4 января ветер должен стихнуть И по всему краю установится безветренная, ясная и умеренно морозная погода До минус 15 днем и минус 20 ночью Продолжим Александр Климин назначен заместителем председателя правительства Алтайского края О повышении узнали 28 декабря, в субботу С нового года он будет курировать сферу промышленности, энергетики, транспорта, дорожной отрасли строительства и ЖКХ Напомним, в алтайской политике Климин чуть больше года Из Красноярского края в наш регион он приехал осенью 2018-го В октябре того же года занял должность министра промышленности и энергетики Сейчас его обязанности исполняет замминистра Ольга Слученкова Любопытно, что промышленного вице-премьера должны были назвать той же осенью 2018-го Но целый год должность пустовала Виктор Томенко выполнял эти функции сам, объясняя, что не видит подходящего человека на эту роль Ну а теперь к темам новогодним Не проводники, а сказочные герои встречали сегодня пассажиров поезда Барнаул-Черепаново Новогодний экспресс отправился утром с Барнаульского перона ЖД вокзала Пассажиров поздравлял и угощал сладостями Дед Мороз, даже два Подробности у Валентина Аскеровой Здравствуйте, уважаемые пассажиры, погрузились Мы так рады вас здесь видеть Вместо строгого костюма и галстука, наряда до мороза, борода и целый мешок с подарками Сегодня министр транспорта Александр Дементьев в непривычном образе Угощал вкуснятина и теплыми пожеланиями пассажиров новогоднего экспресса Пожалуйста, держись, с Новым годом тебя Я денежку вам принес, за то, что вы с нами ездите Сразу настроение с утра новогоднее Дедушка Мороз вас поздравил, может быть, тоже ему что-нибудь пожелаете в ответ Дедушке Морозу не стареть, вечной молодости Еще много-много лет радовать всех, вот так же, как нас сегодня А всем Барнаульцам? Барнаульцам, не знаю, снега желать не буду Хорошего настроения, здоровья, счастья, удачи Хорошей погоды новогодней, чтобы все радовались, веселились в эту новогоднюю ночь Сначала сонные, немного грустные, теперь улыбчивые, счастливые Новогодняя акция, которая, к слову, прошла в Барнауле впервые, порадовала всех А Дедушка Мороз поздравил не только пассажиров Всем здоровья, мирного неба над головой Чтобы жизнь была белой и пушистой, как сейчас падающий снег Чтобы, несмотря ни на что, он приносил больше радости Чтобы в доме всегда было тепло Новогодний экспресс тронулся, сказочные герои остались в Барнауле А счастливые глаза пассажиров так и продолжали сиять Валентина Аскерова, Николай Шилко, День с толком Грядущий год по китайскому календарю станет годом белой металлической крысы Угадать, каких питомцев буду давить на праздник, несложно Но стоит ли подкладывать близким крысу под елку? И что нужно знать об этих умных животных, расскажет Полина Жданова Любовь к крысам у Софьи появилась с первого взгляда По ее мнению, это самые покладистые, неприхотливые домашние питомцы Жаль только, что мало живут, максимум три года Софья держит у себя двух крыс-мальчиков по кличкам Черный и Белый Крысы не живут поодиночке Потому что это довольно-таки социальные животные Им нужна пара, однополый друг Чтобы им было веселее, было с кем общаться, пока хозяина нет дома И, конечно, однополый, чтобы крысы не размножались в геометрической прогрессии, как оно действительно бывает А еще у крыс есть темпераменты, они испытывают эмоции Крыса привязывается к хозяину и улыбается, когда он уделяет ей внимание Переживает, если кому-то рядом больно или плохо Крысы умные, животные, их можно дрессировать и даже научить играть в человеческие игры Например, прятки Крыса замирает, крыса прячется А когда она находит, например, того, кто спрятался, если это человек Потому что играет в прятки, она, конечно же, с экспериментатором Крыса совершает прыжки, которые у многих животных, таких, например, как кролики И крысы – это признак такой, знаете, радости Но нужно понимать, что этот питомец подойдет не всем Кто-то боится грызунов, у кого-то аллергия Многие не знают особенности физиологии и содержания крыс Как любительница грызунов Софья, так и доцент кафедры считают, что сюрприз в виде такого подарка лучше не делать У человека может возникнуть такая ложная мысль, что Ну вот не нужна мне крыса, я выпущу ее на улицу к ее сородичам На самом деле дикая крыса и домашняя крыса – это две большие разницы Домашняя крыса на улице не будет жить, она погибнет очень быстро Любое животное – это превосходный подарок, если хозяин к этому готов Потому что в целом, вот честно сказать, крыса как домашнее животное мне очень нравится Я очень люблю крыс, поэтому тут вот для меня это был бы хороший подарок Вот, а если человек не готов к содержанию животного И он не готов с ним общаться, не готов уделять ему время Вот, то, конечно, лучше не дарить Но если вы хотите крысу или вам сделали такой подарок Нужно знать несколько правил содержания Ей нужна большая клетка, у нее всегда должна быть вода и белковый корм А также фрукты и овощи Нужно следить за их зубами и при любых отклонениях обращаться к ветеринару Нельзя выпускать крысу гулять без присмотра Это чревато тем, что вам все погрызут А в целом, крыса – ласковый, чистоплотный и благодарный питомец Который обязательно ответит взаимностью на заботу Полина Жданова, Николай Шилко, День с толком А вот так делать в грядущем году не следует Но в Барнауле уже позаботились о том, куда горожане могут отдать после праздников новогодние елки Акция стартует 18 января Часть деревьев передадут на корм животным А часть переработают в древесную щепу Принимать ели будут в Зеленом сквере на площади Октября На Народной площади, в торговых центрах Гулливер и Огни А также напротив сквера Адмирала Кузнецова и в жилищном комплексе времена года В прошлом году во время такой акции собрали почти 2000 деревьев А на этом у меня все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компания Валар До встречи в вечернем выпуске